Здравствуйте! Вы смотрите программу «От первого лица». Сегодня мы в гостях у атамана городского казачьего общества «Свято-Престеченская» директора 30-й школы Саранска Вячеслава Жарова. Вячеслав Борисович, здравствуйте! Здравствуйте! Еще русский классик Александр Куприн писал, что казак – драгоценный союзник в охране государства. Он прирожденный воин со времен Седой Древности, стоял на рубежах земли русской, на передовых ее постах, как страж и разведчик, всегда готовый к первому наступлению и к первой обороне. В чем заключается служение современных казаков? Служение современных казаков, как и в истории, как вы говорите, с седых времен, заключается в честном служении Родине, служении ее интересам, служению тому, что на сегодняшний момент так необходимо и так востребовано народом России и теми людьми, тем обществом, в котором живет сейчас казак. И поэтому, если раньше казаки тех еще былых времен устанавливали границы, осваивали новые земли, их никто же не гнал из своих деревеньев, своих сел. Они по собственной воле, зная, что Россия должна быть великой, зная, что Россия – это огромнейшая страна, зная, что России они нужны. Поэтому они шли и осваивали новые земли. И поэтому наша страна сейчас, Россия, такая богатая, богатая и полезными ископаемыми, и объемами территории, и всем тем, чем сегодняшняя Россия живет. В современном мире понятно, что предназначение казаков, конечно же, изменилось. Но, тем не менее, вот это вот порывы души, тем желанием, что сейчас нужно именно современной России и живет современное казачество. На сегодняшний день насколько популярно казачество? Ну, это с какой стороны посмотреть и каким образом взглянуть на этот вопрос. То есть, я считаю, что современное казачество популярно среди народа Республики Мордовия, среди жителей Республики Мордовия. Потому что вот даже вот то, что вы сегодня пришли, и мы с вами разговариваем, это говорит о том, что интерес все-таки есть. Мало того, мы проводим исследования, свои исследования проводим, значит, институт имени Огарева проводит исследования о том, что интересуются ли жители Республики Мордовия, как живет казачество в нашей республике, в нашем нетрадиционном для проживания месте казаков. И эти исследования говорят о том, что жизнь казачества в Республике интересна. Поэтому я бы сказал, что, возможно, недостаточно внимания из каких-то других структур нам уделяется. Но для жителей, для обычных жителей, для правительства Республики Мордовия это интересно. Потому что и глава Республики Мордовия интересуется, и председатель правительства заинтересован в том, чтобы казачество на территории Республики развивалось и чтобы крепло. Казачье общество Свято-Предсеченское образовано в Саранске в 2011 году. Сколько в нем сейчас состоит казаков? Вы совершенно правы. Вы замечательно знаете историю. Саранское казачье общество Свято-Предсеченское было самое первое, которое образовалось в 2011 году на территории Республики Мордовия. Тогда в нашем обществе всего лишь состояло на учете пять казаков. В том числе был и я. И в дальнейшем это общество развивалось. Сейчас в нашем обществе состоит на учете порядка 180 казаков. Кто может стать казаком? Сегодняшнее законодательство говорит об этом следующим образом. Казаком может считать себя человек, который имеет родовые казачьи корни, который является выходцем из семей казачьих. Это один вид казаков, и такие казаки называются родовыми. Но также дается возможность любому человеку, который сам себя причисляет к казачеству, стать казаком, вступить в общество казачье и, соответственно, выполнять те или иные задачи, поставленные перед уже казачьим обществом. Многие регионы России начали формировать свои собственные батальоны для участия в специальной операции на Донбассе. Мордовия не осталась в стороне, и в том числе городское казачье общество. Почему было принято решение сформировать отряд из казаков для отправки на Донбасс? Как вы правильно сказали, не осталось в стороне. И поэтому мы только что с вами говорили о том, что казаки никогда не остаются в стороне в то время, когда интересы России и интересы Родины начинают ущемляться. И поэтому мы с первых тех дней, когда была объявлена специальная военная операция, с первых этих дней мы стали искать возможности, как можно помочь, как можно свои силы направить для того, чтобы защитить интересы нашей Родины и населения ЛНР и ДНР. Поэтому мы сами призывали к тому, чтобы собирались вот эти вот отряды добровольцев. Мы сами говорили о том, как они необходимы на сегодняшний момент. И сами, конечно же, не могли стоять в стороне. Поэтому был сформирован такой отряд из казаков нашего общества Свято-Предтеченской. Сначала их было 17 человек, которые изъявили желание именно поехать и защищать интересы России. Потом это количество чуть уменьшилось до 14 человек. И 14 человек, они, значит, вступили в добровольский отряд и защищали интересы России на территории Украины. Какая была продолжительность службы? Продолжительность службы или продолжительность контракта была два месяца. И поэтому по окончании двух месяцев все они вернулись, кроме одного. То есть один казак нашего общества, он остался там, на территории Украины и продлил контракт. Планируется ли повторное формирование отряда? Те ребята, которые были там, они сейчас уже высказывают свое желание еще раз возвратиться на территорию Украины и еще раз поучаствовать в той операции, которая проводится сейчас на территории Украины. И сейчас они просто-напросто, кто вот в госпитале лежит, восстанавливается, свое здоровье поправляет, кто-то решает свои дела, которые незавершенными остались здесь, на территории России. Но многие из них уже повторно хотели бы поехать туда с целью выполнить свой долг. Известно, что после возвращения казачьего отряда из Донбасса вы встречались с главой республики Артемом Сдуновым. О чем был ваш разговор? Артем Алексеевич, он очень мудрый руководитель, и он спрашивал как раз о том, как там им жилось, то есть бытовые условия, его все интересовало. Бытовые условия, боеприпасы много, хватало ли, значит, какое было кормление и так далее, и так далее, и так далее. То есть все вопросы, которые были связаны с жизнеобеспечением этих людей, которые были там, его все это интересовало, и он получил ответы на эти вопросы из первых уст. В каких вещах остро нуждаются мирные жители Донецкой и Луганской народных республик и военнослужащие? Самые первые необходимости, то есть это и консервы, это и продукты питания, это и наколенники, налокотники, все вот эти вот вещи, которые необходимы, белье тоже самое, которое необходимо нашим бойцам, нашим добровольцам. Было принято решение собрать гуманитарную помощь. Мы денежную помощь отправляли для формирования добровольцев и отправки их в эти республики для защиты, как я уже сказал, жителей ЛНР и ДНР. Мы также собирали гуманитарную помощь. Я, как атаман, содействовал тому, чтобы это искало организации, которые нам бы способствовали, которые, возможно, были бы консолидировали силы для сбора этой гуманитарной помощи. И вот в этом отношении нам очень хорошо помогли, или вернее сказать, мы вместе, сработничество у нас произошло такое. Это Женщина России, такая замечательная организация есть. И вот казачье общество тоже, которое мы занимались разгрузкой, погрузкой вот этой всей гуманитарной помощи и отправки ее туда, в Донбасс. Важно ли прививать любовь к родине с малых лет? Какие методы используются по патриотическому воспитанию в кадетско-казачьих классах 30-й школы? Безусловно. И вот сейчас, когда мы стоим на таком пороге, когда мы отбираем и когда мы хотели бы, чтобы молодые люди пошли защищать интересы нашей Родины, России, конечно же, такие патриоты, их по-другому не назовешь, этих людей, таких патриотов нужно растить. И поэтому существует в образовании программа специальная «Растим патриотов в России». Ну и здесь мы в 30-й школе как можем это делаем и как можем это им внушаем, прививаем. С 5-го класса мы начинаем формировать казачьи группы, отряды. Старшеклассники также привлекаются к этой работе, то есть они уже на более новом уровне, уровне, который более требовательным для них является, начинают работать и включаться в это движение. Ну а 10-й и 11-й классы – это те люди, на которых мы как педагоги опираемся, в которых мы стараемся вселить дух и желание утвердиться в этой жизни. И активно очень развито в нашей школе самоуправление. У нас выбирается атаман, который является, атаман среди учащихся, который является самым первым помощником администрации школы, который как раз говорит о том, что хотели бы видеть, доносит до нас идеи учащихся. И мы очень плодотворно работаем. Какой совет вы можете дать современной молодежи? Быть искренним, оставаться всегда самим собой и любить свою Родину. И я бы сказал, что сейчас не красота спасет мир, а, наверное, честь и совесть спасут мир. Если человек честен, если у него есть совесть, если у него есть убеждения, и его твердая, и они правильные, эти убеждения, которые не противоречат интересам его Родины, вот такие люди, это всегда будут востребованы, всегда будут в почете и всегда будут правильно направлены. Вячеслав Борисович, я благодарю вас за познавательную беседу. А я напоминаю, что сегодня мы пообщались с атаманом городского казачьего общества «Свято-Притеченское», директором 30-й школы Саранска Вячеславом Жаровым. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин